Наши новости начинают работу в эфире в студии Евгения Даровская. Здравствуйте! Смотрите в выпуске. Сделано на Алтае. В чем будет особенность созданного в крае научно-образовательного центра мирового уровня? Место под солнцем быть ли пляжу в краевой столице? Взгляд со стороны во что превратила бы французский архитектор здание Барнаульской спички? В Алтайском крае может появиться научный центр мирового уровня. Об этом сегодня заявил министр науки и высшего образования страны Михаил Котюков, который прибыл в Барнаул с рабочим визитом. Подробнее о встрече чиновника с алтайскими учеными расскажет Ирина Корчагина. Ожидаемая продолжительность жизни россиян 80 лет. Для кого-то это не утопия, а прогноз 2030 году и одна из задач, поставленных президентом. По словам министра науки Михаила Котюкова, чтобы достичь цели, нужно создать экологически чистое агрохозяйство и безопасные продукты питания. А значит, стране необходимы инновационные научные центры. Один из них, мирового уровня, планируют открыть в Алтайском крае. В этом регион ищет поддержки от министерства и сибирского отделения РАН. Конкуренция большая в этой сфере. И тут мы еще должны доказать право на то, чтобы здесь именно у нас были созданы научно-образовательные центры. По словам ученых, на это есть основания. В Алтайском крае 35 лабораторий и столько же исследовательских центров. Для разработки умных биопродуктов в регионе есть сырьевые ресурсы, а также инфраструктура. Говорили на рабочей встрече и о национальном проекте наука. 20 мероприятий, обозначенных в нем, позволяют войти России в пятерку ведущих научных стран. Михаил Котяков пообещал подробностями проекта поделиться к 1 октября этого года. Вы должны все. Мы должны качество профессиональной подготовки для выпускников обеспечить, при том, чтобы эта подготовка соответствовала уровню не только сегодняшнего дня, но и учитывая уже развитие технологий, которые сегодня очень интенсивно движутся вперед. Где в Алтайском крае разместят научный центр, в котором планируется производить современные препараты для сельского хозяйства и безопасные продукты питания, станет известно совсем скоро, когда в правительстве подведут итоги рабочей встречи. Ирина Корчагина, Павел Лаурнин. Наши новости. МИД России запустила флэш-моб в социальных сетях в поддержку Марии Бутиной. Девушки задержаны в Вашингтоне по обвинению в незаконной деятельности в качестве иностранного агента. Пользователи призывают разместить на аватарах фото девушки с надписью «Фри Мария Бутина! Свободная Мария Бутина!». Накануне девушка встретилась в американской тюрьме с послами России в Соединенных Штатах. Посольство нашей страны ждет официальных объяснений по поводу ареста Бутины, которое, напомним, произошло 15 июля в Вашингтоне. Накануне там состоялся окружной суд. Девушки инкриминируют работу иностранным агентам без специальной регистрации на территории Соединенных Штатов. По показаниям ФБР, Бутина пыталась провести операцию по влиянию в интересах России, поэтому активно контактировала с американскими политическими деятелями. Бывший преподаватель Марии Константин Емешин, с которым они вместе создавали на Алтае школу реальной политики, уверен, причиной частого общения в другом, в идее Бутина легализовать в России оружие, а Америка – пример страны, где это право дано Конституции. Тем не менее, арест девушки он считает спланированным. Это явно внутри американские разборки. Им нужно какие-то, как мы говорим, охота на ведьму, вот какую-то найти ведьму, козырь, там еще что-то, взять ее, посадить в заложницу, потом, может быть, на кого-то обменять и так далее. То есть, ну, это вот, это и есть реальная политика. То есть, она фактически продолжает политическую деятельность, находясь, тем более, у меня теперь имя так раскручено, и весь мир уже знает. Незадолго до ареста Константин Емешин вел с Бутина переписку. Мария к тому времени окончила магистратуру и не спешила улетать. Говорила, что перед ней стоит выбор – вернуться работать в Россию или принять приглашение из Силиконовой долины. Как пишут в МИД, Бутина настроена добиваться своей невиновности в суде. Ей грозит заключение до 15 лет. Родственники ищут свидетелей ДТП, в которые попал житель Алтайского края в соседнем регионе Республики Алтай. Барнаульца сбила машина, следом еще один автомобиль проехал по мужчине. Но оба водителя скрылись с места ДТП. Инцидент произошел в минувшее воскресенье, но информация о нем появилась только сегодня. Ее разместили пользователи социальных сетей. Они сообщают, что на трассе Чепош-Усть-Сема Барнаулиц пытался перейти дорогу, его сбили, затем по нему проехали и оба водителя скрылись. Тело пешехода обнаружили через несколько часов. Родственники погибшего пытаются найти свидетеля. Всех, кому что-либо известно о данном происшествии, просят позвонить в полицию. В Барнауле сегодня официально сдали в эксплуатацию улицы Свердлово и Новоугольную. Объекты отремонтированы в рамках программы «Безопасные качественные дороги». К реконструкции дорожного полотна приступили в июне. Общая площадь работ – 18 тысяч квадратных метров. На ремонт потрачено более 11 миллионов из федерального бюджета. Полностью заменили асфальтовое покрытие, установили бордюрные камни, дорожные знаки и нанесли разметку. У нас три объекта, которые мы еще не заходили. Это улица Бехтерева, Полярная, Червоная. То есть по этим улицам готовность распределяется в зависимости от объектов от конца августа до конца сентября. На 50% выполнен ремонт улицы Профинтерна. В конце августа работу на ней полностью завершат. Напомним, всего в рамках проекта этим летом преобразится должно 44 участка барнаульских дорог. Городской пляж на острове Помаски могут закрыть из-за добычи песка. Новость об этом появилась не накануне в ряде СМИ региона. Барнаульцы тут же начали активно обсуждать инициативу в социальных сетях. Действительно ли жители краевой столицы лишатся единственного бесплатного муниципального пляжа, выясняла Валентина Аскерова. Сначала паводок, затем шторм. Из-за разгула стихии срок открытия муниципального пляжа в этом году сдвинулся на месяц. Место отдыха открылось лишь пару недель назад, но не успели горожане насладиться солнечными ваннами, как появилась информация о новом закрытии. Якобы из-за добычи песка на острове Помаскин. Такая новость вызвала волну негодований в социальных сетях. Все, последнее бесплатное место закроют и уничтожат. Да продайте уже все, песок, лес, не стесняйтесь и воздух не забудьте. А вот некоторые горожане после такого известия уже ищут альтернативу. Рассраиваюсь, на даче есть бассейн. На речке, конечно, интереснее, народу больше и веселее. Но городские власти заверили, пляж не закроют. По их словам, песок добывать будут, но не в целях обогащения и не во время купального сезона. Как нам пояснил первый заместитель главы администрации Центрального района Анатолий Панченко, пляжу почти 20 лет. За это время дно поросло илом, а сам водоем измельчал. Краевой распотребнадзор потребовал привести акваторию в соответствии с санитарными нормами. Очистить и углубить дно. В противном случае с пляжем можно навсегда попрощаться. Сейчас власти ведут переговоры с предпринимателями, которые готовы вложиться в эту работу. На мыле. Если акватория пляжа позволила, лишний песок они за свой счет увезут. Нам не надо будет нанимать технику. Сделали нам спонсорскую помощь. То есть такое партнерское отношение. Да, на работу пляжа это никаким образом не повлияет, потому что работы будут производиться ранней весной или поздней осенью. Анатолий Панченко также пояснил, что в следующем году городской пляж полностью преобразится. Уже разработан план его реновации. Обычно во время паводка это место полностью затоплено. Из-за этого муниципальный пляж открывается позже на 2-3 недели. В этом году городские власти приняли решение поднять всю зону отдыха на 1 метр 10 сантиметров. По их словам, это позволит обезопасить пляж и открыть следующий купальный сезон вовремя. Зону отдыха укрепят и сделают выше. Это защитит пляж от подъема воды. Кроме того, пляжную территорию обещают благоустроить. Оборудовать парковку на 800 машин, построить новые домики и беседки. В следующем году открыть пляж обещают не позднее 10 июня. Валентина Аскирова, Андрей Печоркин. Наши новости. Житель Рубцовска обнаружил свалку медицинских отходов недалеко от жилого квартала. Территория, куда выбрасываются человеческие биоматериалы, шприцы, старые медицинские инструменты и другие отходы, не предназначена для утилизации. Эти кадры очевидец опубликовал в паблике ЧП события Рубцовск. Свалку на улице Рихарда Зорги, по мнению подписчиков, паблика могли устроить в ближайшие больницы. Мусор сюда привозили не один месяц. Один из комментаторов даже предположил и предложил поехать и задать вопрос руководителям больниц. Кто будет отвечать за склад медицинского мусора на открытой территории, пока неизвестно. В санитарно-эпидемиологической службе Рубцовска комментировать ситуацию отказались. В Алтайском районе приступили к реконструкции дамбы. Работы проводят по программе Федерального агентства водных ресурсов. Гидросооружения обновляют на озере Сорокинском, что находится в районном центре. Специалисты очищают откосы дамбы от деревьев и кустарников, а вскоре начнут укреплять мокрый земляной откос и менять грунт, который не соответствует строительным нормам. Он слишком мягкий и не является преградой при паблике. По плану реконструкция дамбы рассчитана на два года. Первый этап работ завершат к декабрю этого, а полностью гидротехническое сооружение должны успеть подготовить до весны 2019-го. В исторических зданиях Барнаульского сереброплавильного завода лучше всего разместить театр или библиотечный центр. Это мнение французского эксперта по архитектуре Кристаль Руссель. Накануне в рамках фестиваля «Зодчество в Сибири» она рассказала о том, как заброшенные заводы и фабрики во Франции обретают вторую жизнь. Может ли европейский опыт помочь спасти барнаульскую спичку, узнавал Илья Кочетков. «Беленькими нас всякие полюбят, а ты полюби черненькими». Кристаль Руссель говорит, если прекрасные дворцы и замки реставрируют в Европе без особых проблем, то к старинным заводам и фабрикам долгое время отношение было другое. Лишь в 70-е годы прошлого века архитекторы и историки начали объяснять публике ценность таких зданий. Помогли фотохудожники. Индустриальное фото стало модным, открыв в широкой аудитории особую красоту заводов. Евгений Кученев с ней согласен. Он не первый год фотографирует барнаульскую спичку, как раз бывшую фабрику. Говорит, это все равно, что музей истории и архитектуры под открытым небом. Считаю, что уникальность территории сереброплавильного завода еще и в том, что там сочетается не только уникальная архитектура 19 века, но также своеобразная красота архитектуры века 20-го. Это то место, где эти две эпохи как бы соединяются между собой, образуя вот этот уникальный ансамбль архитектурный. В Европе фабрики превращаются в офисные здания, автомобильные заводы, в торгово-развлекательные центры, газовые хранилища, в жилые дома. «Кристаль» пояснила, там власти-бизнесмены давно поняли, что реставрировать здания дешевле, чем строить заново. А необычный вид таких строений может сделать их новыми городскими символами, привлечь туристов. Мы спросили, какая новая жизнь могла бы ждать барнаульскую спичку. «Поскольку основное помещение очень большое, мне видится, что это может быть культурный центр, возможно, театр. Или большая библиотека. Вообще здание уникально. Его можно приспособить практически под все, что угодно, тем более, что интерьер не занят. Особо стоит обыграть фасад здания, так как там прочитываются архитектурные традиции. И это элементы, которые обязательно надо сохранить». Напомним, два года назад мы уже встречались с Руссель на территории спички. И уже тогда она обращала внимание на уникальность комплекса сереброплавильного. Она надеется, что внимание, которое благодаря фестивалю уделяется архитектурному наследию Барнаула, поможет спасти его от уничтожения и подарит памятнику новую жизнь. Илья Кочетков, Николай Шелко. Наши новости. Шукшинские дни на Алтае стартуют уже на следующей неделе. Запланирована огромная программа. В Краевом театре драмы со спектаклем выступит народный артист России Федор Добронравов. Он предстанет перед зрителями в образах шукшинских чудиков. Один сыграет сразу девять разных ролей. Это простые русские люди в непростых жизненных ситуациях. Спектакль покажут 25 июля, в день рождения Василия Макарыча, чье имя носит театр драмы. Начало в 18.30. Билеты можно приобрести в кассе и на сайте театра. Шукшинские дни на Алтае стали очень популярны в России. И я очень рад, что эти летние праздники я проведу вместе с вами. Мне очень бы хотелось, чтобы спектакль «Чудики» по рассказам Василия Макарыча Шукшина пришелся вам по душе. Приходите, не пожалеете. А пока люди устраивают свои спектакли, люди в масках и с факелами напугали отдыхающих на Яровом. Накануне загорающие на пляже озеро Большое Яровое были взбудоражены появлением группы людей в странном обличье. Около 10 человек были одеты в черные плащи, на некоторых были белые маски, а в руках факелы. Об этом сообщили очевидцы порталу Барнаул-22. Позже выяснилось, что это готическая свадьба. Молодожены решили нетрадиционно отметить главное событие, чем и нагнали жути на отдыхающих. В Барнаульском зоопарке «Лесная сказка» появился новый обитатель – малыш Лори. Животное купили у коллег из Красноярска ко дню рождения зоопарка. Отправляем ее? Отправляем тебя. Пойдем, моя хорошая, пойдем. Давай вот сюда вот садись, давай, берись лапочками, берись. Берись лапочками вот за это, берись скорее. Давай, давай, давай. Обитательницу зовут Буся. Руководство основательно подготовилось к ее приезду. Сделали домик в теплом помещении, оборудовали всем необходимым. Лори из семейства приматов, как и лемуры, зверек – древесный обитатель. В природе живут в тропических лесах Центральной Африки, а также в Южной и Юго-Восточной Азии. В основном они живут поодиночке или в небольших группах до 20 лет. Питается, как рассказал директор зоопарка Сергей Писарев, всем, что попадается. Лори находится в зоопарке всего пару дней, поэтому пока ее закрыли от гостей, чтобы зверек адаптировался к новому месту. Но совсем скоро барнаульцы смогут увидеть милое животное. И в завершение о погоде. Спонсор прогноза погоды – компания «Эвалар». Если повышен холестерин и вы ищете замену вашему обычному лекарству, Атероклифит – натуральное лекарство для снижения холестерина. Атероклифит – фитотерапия от «Эвалар». Почувствуйте разницу. «Эвалар» – выгодная цена, высокое качество по стандарту GMP. В субботу на большей части территории края пройдут дожди. В Бийске, Белокурихе, Заринске и Олейске до плюс 24. Чуть теплее – 25 в Рубцовске. В Барнауле переменная облачность, днем возможен дождь, ветер северо-западноумеренный. Температура ночью – 18, днем – до 24 градусов тепла. Все новости к этому часу. Телефон в редакции 722-440. Хорошего настроения вам и до встречи в эфире. Иван Ладушкин – участник освобождения Белоруссии, Прибалтики, Восточной Пруссии. Воевал на танке Т-34. В 1945 году он умело организовал прорыв сильно укрепленной обороны противника Восточной Пруссии. Завязался тяжелый бой. Пользуясь темнотой и дождем, он вывел свои танки на рубеж атаки, вплотную к вражеской обороне. Без подготовки, рывком танкисты ворвались к противнику. Рота, возглавляемая Ладушкиным, уничтожила 10 вражеских орудий, самоходку и значительное количество живой силы. В этом бою танк лейтенанта был подбит. Раненый, обожженный, он выскочил из машины, пересел в другую и продолжил бой. Опорный пункт противника был взят. Звание Героя Советского Союза ему присвоено посмертно. Субтитры создавал DimaTorzok